Друзья, к сожалению, сегодня произошло шокирующее событие. Это стрельба в Пермском университете. И я от себя лично и от всей команды Европейской школы психологии хочу выразить соболезнование и поддержку пострадавшим и близким родственникам, пострадавших в этой трагедии. Это невероятно больно, это невероятно страшно. Это не помещается в голове. И моя к вам убедительная просьба, если вас лично коснулась эта трагедия, пожалуйста, помогите себе, помогите своим детям через работу с профессиональными психологами, с профессиональными психиатрами. Нет волшебных таблеток и нет специалиста, который в миг может все как-то облегчить ваше состояние. Но есть работающие методологии, техники, есть работающие медикаменты, которые правда помогают. Когда что-то случается с нашим физическим телом, например, ломается нога, человек не идет на YouTube и не слушает советы, как срастить ногу. Человек едет в больницу, и профессиональные медики ему помогают. Точно так же с травмами психическими. Их мы не можем видеть, но они есть. И болят они не меньше, а иногда сильно больше, чем травмы физические. И опасность оставлять психическую рану открытой и ничего не делать, она точно такая же, как оставлять физическую рану открытой и ничего не делать. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своих детях, о своих близких. В этом видео я буду обращаться больше к тем, кто лично, кого лично не коснулось, но вас это очень трогает. Вы слушаете видео, вы слушаете новости, и вы не можете успокоиться, у вас тревога, у вас паника, чувства просто вас накрывают. И тогда вот те рекомендации, которые я буду давать, они могут помочь вам постепенно справляться. Когда случаются вот такие внезапные, разрушительные события, первый наш импульс – это взять все под контроль. Сейчас интернет взрывается от поисковики, взрываются от запросов о том, кто такой стрелявший этот парень, какая у него семья, откуда он и так далее. Почему мы это ищем? У нас есть фантазия, она может быть бессознательная, что если мы поймем причину, мы сможем повлиять на следствие. Если мы поймем, что привело вот этого Тимура к той точке, куда он пришел, мы поймем, мы сможем это контролировать и в следующий раз это предупредить. И отчасти это правда. Раньше, например, стихийные бедствия, они приносили невероятное разрушение. Если случался ураган или землетрясение, это всегда случалось внезапно, и сметало с лица земли целые города и уносило очень много человеческих жизней. И постепенно люди научились это контролировать до определенного уровня. Но ученые научились предугадывать, когда приближается ураган или шторм, или землетрясение, и как-то стелить соломку. И разрушительная сила стихий уменьшилась. Но ушло ли в принципе вот это внезапное разрушение? Скорее нет. Оно просто мигрировало. Мы получили пандемию, внезапное разрушение. Мы получили теракты, внезапное разрушение. Мы получили вот такие вот ситуации, внезапное разрушение. То есть сам принцип, он никуда не ушел. Психологи аналитически сказали бы про действие архетипа, то есть некого принципа, который проявляет себя через разные события. Любой архетип имеет созидательную и разрушающую сторону, темную и светлую. Это как жизнь и смерть. Но это такая уже более философская история. К ней можно и нужно возвращаться тогда, когда эмоции вернутся в норму, дабы почувствовать себя более собранными, более спокойными. Тогда можно эти вещи анализировать. Когда есть сильные эмоции, лишний анализ, он не нужен. А что нужно? Смотрите, вот такие ситуации, они всегда сталкивают нас с ощущением собственной беспомощности. Они, как триггеры, включают у нас воспоминания о прошлых наших травмах. Мы можем это осознавать, а чаще не осознавать, но весь вот этот комплекс чувств сложных, которые сейчас у вас есть, тревога, паника, ярость, возможно, зло, сильный гнев на человека, который это сделал, это в том числе и чувства, которые относятся к ситуациям там и тогда, где-то в вашем прошлом, что-то вы помните, что-то вы не помните. Но они все, вот внешняя ситуация, она как триггер, который пробуждает эти чувства. Важно с этими чувствами побыть, не стараться их как-то заглушать, не стараться переводить резко в позитив, потому что будет подавление, но и не тонуть в этих чувствах. Такой вот баланс. Как это сделать? Давайте разбираться, несколько важных моментов скажу. Во-первых, если вас захватывают сильные чувства, важно понимать и принимать мысль о том, что вы сейчас травмированы психически. Это важно. Еще раз, не для того, чтобы утонуть в этих чувствах, но для того, чтобы отнестись к себе с пониманием. То есть вы упали и травмировали ногу, и вы какое-то время не можете ходить полноценно. Точно так же сейчас травмирована ваша душа, и нужно время и энергия, ресурс, чтобы собраться. Такое понимание дает правильную ментальную позицию по отношению к вашим переживаниям. Поэтому первый шаг – это признание. Да, вы сейчас эмоционально травмированы этой ситуацией. Вам нужно время, нужен ресурс собраться. Если тревога не проходит много часов, сутки, двое суток, пожалуйста, та же рекомендация, которую давала выше, обратитесь к профессиональным психологам. У нас есть, кстати, в Европейской школе психологии благотворительный проект «Ты не один», в рамках которого вы можете получить консультацию профессионального психолога, нашего внутреннего психолога, который сможет дать вам поддержку. Наши психологи работают на девяти языках, поэтому также можно рекомендовать вашим знакомым. Следующий момент, который помогает – это разговор с другим человеком. Если у вас есть в окружении человек, кто умеет, внимание, слушать, он вам может очень сильно помочь. Или вы можете попросить своего друга, мужа, жену и так далее, просто вас послушать. То есть здесь разговор с человеком, в каком случае он помогает. Когда человек не пытается вас утешить, сказать, ну, что ты так переживаешь, ну, это же вот, ну, там случилось, ну, случилось, ну, перестань, ну, все будет хорошо, ну, нас это не коснется. Вот это не нужно. И не нужно, когда человек в такой же тревоге, как вы, и вы друг-друг начинаете, да, в этих страхах, тревогах, в панике, в ужасе, как будто бы топить еще. Важно, когда, ну, вот если вы работали с профессиональным психологом, вы знаете, как слушает психолог, безоценночно, просто принимая ваши чувства, да, вам сейчас страшно, да, вам сейчас больно, да, вы сейчас в панике. И вот человек, который просто даст вам пространство рассказать о своих чувствах, что с вами делает эта ситуация. Вот такой разговор, он обладает очень мощной поддержкой. Следующий момент – это физическая активность. Пожалуйста, если есть возможность, прогуляйтесь, позанимайтесь йогой, поплавайте, сходите на массаж. Все, что способствует расслаблению тела, снятию напряжения. Потому что тревога, паника, ужас – это напряжение в теле. И когда вы занимаетесь физической активностью, когда вы, например, идете на массаж и так далее, это снимает напряжение с тела и помогает вашей психике постепенно переработать травмирующую ситуацию. Дыхание. Обращайте внимание, как вы дышите. В моменты стресса, в моменты травмирующие мы замираем. И дыхание становится очень-очень поверхностным, практически, вот человек практически не дышит, можно сказать. Внимательно обращайте внимание на дыхание, концентрируйтесь на этом и старайтесь удлинять выдох и удлинять вдох. И просто следите за тем, чтобы вы полноценно дышали. Это тоже очень хорошо снижает стресс. Следующая рекомендация – это постарайтесь сконцентрироваться на текущих делах. То есть вот вам нужно сейчас, не знаю, приготовить борщ, вот готовьте борщ. То есть сейчас не время думать о смысле жизни, а как, вот зачем это все, о каких-то сложных материях. Простые, понятные шаги. Нужно поубирать дома? Выбирайте, нужно сесть, не знаю, там, собрать ребенка в детский сад. Вот просто собирайте. То есть шаг за шагом, шаг за шагом. Обычные, повседневные, простые дела. Они помогают, это стабилизирует, это заземляет. Следующий момент. Задайте себе вопрос, что я могу сделать в этой ситуации. Например, как я могу помочь пострадавшим? Может быть, есть какие-то социальные инициативы, люди деньги собирают, еще какую-то поддержку. Здесь принцип какой? Делание, когда вы делаете, вы уменьшаете свой стресс. Есть знаменитое исследование, когда замеряли показатели, вот была опасность крушения самолета, и замерили показатели стресса у команды и у пассажиров. Все в одной лодке, если самолет разбивается, погибают все. Но стресс у пассажиров был в десятки раз выше, чем стресс у экипажа. Почему? Потому что команда в этой ситуации, экипаж, они могли что-то делать. То есть пытаться как-то изменить ситуацию. А пассажиры просто сидели и ждали. И вот это просто сидеть и смотреть, переживать, это в разы выше стресса, чем что-то делать для этого. Поэтому если у вас прямо зашкаливает стресс, зашкаливает тревога, подумайте, как вы можете, что вы можете делать. Если вы очень активный человек, вы начинаете собирать какие-то социальные, гражданские инициативы, работать, например, с подростками, то есть по предотвращению этого, работать, я не знаю, с пострадавшими людьми и так далее. То есть что я могу сделать? Не переживать, а сделать. Вот это важно. В этот момент важно думать о... Есть такое понятие, как трансцендентная функция психики. То есть функция, которая, другими словами, религиозная функция. Это не про веру в какого-то Бога, крестьянского, исламского, католического, православного и так далее. Это про то, что у нас вот эта функция, это как инстинкт. Нам важно верить во что-то высшее. И в таких ситуациях об этом важно вспоминать и думать. У каждого свой Бог, у кого-то это такой традиционный Бог, у кого-то это какие-то философские идеи, которые вас поддерживают, у кого-то это еще что-то. Но думайте, пожалуйста, о чем-то... То есть вспомните, что для вас высшее, что для вас является, во что вы верите. И это тоже будет для вас опорой. И последняя рекомендация завершающая, это когда у вас эмоции стабилизируются, вы вернетесь в нормальное состояние, пожалуйста, работайте со своей собственной агрессией. Если есть возможность, опять же, рекомендую делать это с психологом, потому что, как правило, очень-очень сильно... Такая трагедия, она включает всех, это понятно, потому что это невероятно страшный для нас опыт, для всех людей. Но больше всех включаются люди, у кого есть какой-то непроработанный собственный травматический опыт из прошлого. Это всегда сложности с принятием своей собственной агрессии. К этому вопросу важно возвращаться, но после того, как ваши эмоции будут стабильны. В каком-то смысле вот такие ситуации, которые происходят, это ответственность всех нас. Есть некая коллективная эмоция, коллективный гнев, который вот так вот прорывается через индивидуального человека. Это не снимает ответственность с людей, которые делают это, которые стреляют, которые убивают. Но если мы говорим о глубинных психологических таких процессах, то это по сути эмоция, вот этот гнев, который заставляет человека разрушать, убивать, это не только его эмоция, это некая коллективная, которая прорывается через индивидуальную психику. И в этом смысле каждый из нас делает свой вклад. И когда мы работаем со своими эмоциями, когда мы не видим зло только вовне, а можем замечать внутри себя и принимать, тогда вовне его становится меньше. На этом всё. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих родных, близких. И ещё раз, каждый из нас через работу с собой может немножко влиять на то, что происходит вовне. Не контролировать, не на 100%, но свой вклад в это делать.